МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный надзор человеческой безопасности и удобности". Регламент главного магистрата, 1721 год. -"Не напрасны были наши труды, и поколениям нашим надлежит праву и богатство Отечества беречь и множить". Заветы Петра выполняются и сегодня. Именно он решил кардинально изменить правоохранительную систему. Первый российский император создал профессиональные органы по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. После реформы они с его легкой руки стали именоваться полицией. Ее функции были закреплены в регламенте главного магистрата. История анапской полиции началась 15 декабря 1846 года. Высочайшим указом было утверждено положение о заселении и гражданском управлении северо-восточного берега Черного моря. Согласно документу, учреждалось три портовых города Новороссийск, Сухум-Кале и Анапа. Указом императора Николая I об основании города Анапа было учреждено и полицейское управление города. Функции полиции в то время были, можно сказать, необъятны. Они, кроме своей непосредственной обязанности борьбы с преступностью, поддержания правопорядка в городе, занимались и контролем за строительством, и поддержанием чистоты, борьбой с эпидемиями. То есть перечислять можно очень-очень долго. Даже тот же пример, что первые городские купальни в Анапе были построены по инициативе и под контролем полицейского управления. После Крымской войны Анапа потеряла статус города, но довольно быстро вернула прежние позиции. Во многом благодаря ксенофонту Яновскому, полицмейстеру, который возглавлял Анапу в течение 15 лет. При нем была организована работа таможенной заставы, открыта почтово-телеграфная контора, аптеки, школы, анапский мореходный класс. Именно полиция тогда выступила инициатором сбора денег на строительство Ануфриевского храма. В это время были подготовлены проекты реконструкции порта, водоснабжения, электрического освещения и многое другое. В результате небывалый рост популярности курорта. В 1911 году на отдых приехало почти 16 тысяч человек. Население города в летний сезон увеличилось более чем в два раза. Но затем наступила Октябрьская революция 1917 года. Департамент полиции был упразднен. Лишь в конце Гражданской войны было издано положение о советской и рабоче-крестьянской милиции. Долгое время основной задачей анапского отдела была борьба с бандитизмом. И только в 1930 году об Анапе вновь заговорили как о курорте. Тогда здесь отдохнуло свыше 7 тысяч человек, а через 5 лет эта цифра удвоилась. Но закрепить успех не удалось. Началась Великая Отечественная война. Многие сотрудники милиции ушли на фронт, а в период оккупации воевали в партизанских отрядах. А затем, после войны, вместе со всеми восстанавливали разрушенную экономику района. Милиция является административно-исполнительным органом советского государства, призванным охранять общественный порядок в городах, населенных пунктах и на транспортных магистралях, обеспечивать охрану социалистической собственности, личности и прав граждан от преступных посягательств, своевременно предупреждать, пресекать и раскрывать уголовные преступления. Исположение о советской милиции, 1962 год. Поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической родине и делу коммунистического строительства. Пик развития санаторно-курортного комплекса пришелся на 50-е годы. Именно в это время открывается пионерский лагерь для детей сотрудников милиции и юность. Всего же в начале 70-х на Пионерском проспекте функционировало уже 75 лагерей, в которых каждую смену отдыхало порядка 45 тысяч детей. Увеличился и поток отдыхающих граждан со всей страны. Вместе с пребывающими росло и количество правонарушений. В 1973 году зарегистрировано 172 тяжких преступления, а численность сотрудников милиции в то время составляла немногим более 150 человек. Нам доведлось служить в самое такое, я думаю, очень насыщенное время, когда все было ясно и понятно. Здесь враг, здесь мы и должны победить. А победа должна быть коммунистом. Была цель, нас к этому воспитывали и мы шли. Сейчас, конечно, легче работать, потому что техника новее стала приходить, более эффективная. Ну, можно сказать, о городе-курорте Анапа. Здесь у нас работают такие видеонаблюдения, как безопасный город. А раньше было участковые, бабушки, зато было общение с народом более тесное. Поэтому в каждом, конечно, случае есть свои плюсы и свои минусы. Вот я помню, пришел в 1979 году в милицию на должность патрульно-постовой службы, да, милиционер, получал 70 рублей. Ну, там можно было, да. Но мы-то шли не за зарплаты, а шли от того, что по зову сердца, раз ты пришел уже в милицию работать, отдайся полностью своей работе. В тот период советский, советское правительство, можно сказать, весь народ, всегда оказывали помощь в милиции. Почему? Потому что в ряды сотрудников милиции принимались самые лучшие кадры. Их направляли с комсомольских организаций, с предприятий, проходил тщательный отбор. И практически те люди, которые пытались пойти в службу в милицию для своих корыстных целей, да, они там не выживали, их выдавливали, не могли они там находиться. С честью исполнили интернациональный долг сотрудники анапской милиции в Афганистане. Не вернулся из этой командировки заместитель начальника ГРОВД Петр Шустовский, награжденный Орденом Красной Звезды посмертно. А между тем Анапа переживала очередной подъем. В 1987 году здесь уже работало более 150 санаторно-курортных предприятий. Всего же на отдых приехало свыше 300 тысяч человек. Лихие 90-е и переломные 2000-е стали настоящим испытанием на прочность правоохранительной системы. Практически каждая аналитическая справка начиналась словами. Криминальная обстановка на территории Анапы остается напряженной. В то время весь личный состав отдела составлял вместе с вневедомственной охраной 270 человек. А в парке машин насчитывалось 15 авто, которые уже давно нужно было списать. В 1994 году было зарегистрировано свыше 2500 преступлений. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 100%. Организованные преступные группы, рэкет, похищение людей, заказные убийства – вот реалии того времени. В милицию в то время я пришел в 1993 году. Значит, все мои коллеги, которые со мной пришли в 1993 году, до настоящего времени, вот с кем я проходил службу, сначала в патрульно-постовой службе, в основной костя, к которой вот мы пришли, они все сейчас занимают, все руководящие должности в основном. Что хочется отметить. Мы пришли вообще на службу в милицию в такое сложное время для нас, для всех. И мы пришли не за того, что там козырят удостоверениями, или еще что-то. Мы работали за идеи, мы искривали преступность, мы не смотрели, значит, на наше личное время. Мы могли всю ночь работать, час-полтора поспать, опять выйти на работу, и без опозданий, и работать. То есть, ну как вам сказать, работа у нас была в душе, понимаете? Пример тому, история, которая произошла как раз в январе 93-го года. Группа сотрудников уголовного розыска под руководством старшего лейтенанта Тимофея Брущенко вышла на рецидивиста Курбацкого, объявленного в розыск. При попытке задержания тот выхватил гранату. Преступник угрожал взорвать прохожих, если его не отпустят. Тимофей Брущенко, недолго думая, выхватил гранату, которая уже встала на боевой взвод. Отбежал на безопасное расстояние и взорвал ее. Указом Президиума Верховного Совета он был награжден орденом «За личное мужество». Сотрудники анапской милиции и полиции достойно проявили себя и при выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона. 15 сотрудников «За мужество и отвагу» образцовое выполнение служебного долга отмечены государственными наградами Российской Федерации. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. Из Федерального закона Российской Федерации о полиции. 2011 год. Новейшая история полиции еще только пишется, и цитаты из фильмов еще не стали крылатыми выражениями. Новый этап службы анапских правоохранителей начался 1 марта 2011 года. В настоящее время в структуру отдела МВД России по городу Анапе входит три десятка служб и подразделений. В этом году полиции перешли функции миграционной службы и вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Выполнение возложенных задач успешно осуществляет коллектив, в котором служат более 600 человек. Состав за это время обновился фактически наполовину. Только в этом году в анапский отдел пришли 50 новых сотрудников. Профессия полицейского сегодня престижна и уважаема. Когда я уже доучился до 11 класса и стал вопрос о выборе профессии в дальнейшем, я глубоко, долго не раздумывая, выбрал профессию сотрудника полиции и поступил в Краснодарский институт МВД России. В течение пяти лет, которым я обучался в данном университете, нам объясняли, что у нас должны быть высокие моральные принципы, что мы должны во главу вопроса ставить в первую очередь закон и народ. В течение трех месяцев, в которые я сейчас работаю, я только все сильнее понимаю, что моя профессия необходима. Помимо безупречной биографии, сегодня от полицейского требуется солидный багаж знаний. Ведь на службу поступают самые современные технические разработки. Анапа стала одной из первых в крае, где внедрили аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Вся информация с камер наружного наблюдения передается в ситуационно-мониторинговый центр и дежурную часть. Не менее важна поддержка общественности. Незаменимыми помощниками стали казаки-дружинники Анапского районного казачьего общества. Они вместе с сотрудниками полиции днем и ночью несут службу по охране общественного порядка. Свою эффективность доказала и городская народная добровольная дружина. Результатом работы за последние пять лет стало значительное снижение количества зарегистрированных преступлений и увеличение числа раскрытых. К примеру, по тяжким преступлениям раскрываемость в этом году достигла 100%. Но руководство Анапской полиции останавливаться на достигнутом не собирается и ставит новые, амбициозные задачи. Российская детская здравница должна стать территорией комфорта и безопасности. Служба в полиции – это не только погони и задержания, как показывают в фильмах. Хотя и такое бывает. Но в основном это работа с людьми, когда нужно просто выслушать и помочь. Ведь от того, насколько грамотно сработает полицейский в каждом конкретном случае, зависит и общая оценка работы всей правоохранительной системы в целых глазах общества. Не каждый соответствует высоким требованиям службы полиции. С молодыми сотрудниками постоянно проводится работа по развитию культуры, чувство долга и повышение уровня профессионализма. При этом активно используется преемственность поколений. Ветераны службы с радостью делятся своими знаниями и опытом сотрудниками полиции. Могу с уверенностью сказать, что полицейский – это призвание, потому как тяжелый труд, напряженность и опасность сопровождают нас каждый день. Сотрудники правоохранительных органов несут службу не для галочки, а по совести и закону, не считая с лишним временем и усталостью. Достойно носить звание сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – это высокая ответственность.